Приветствую всех интернет-пользователей, кто будет слушать проповеди в интернете. Наша задача распространять Слово Божие таким образом, каким оно может распространяться, как только можно было бы его распространяться. Через это хочется, чтобы прославлялось великое имя Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Слово Божие приносило благодать слушающим и славу великому имени Господа Иисуса Христа. А что касается нас, кто может делать это служение, я хочу заключить словами, которые говорил в свое время апостол Павел. Мы рабы ничего не значащие, мы только делаем то, что мы должны делать. И как мы с вами говорили сейчас перед проповедью, Бог через Исаию говорил, блаженны высеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла. Речь не идет о животных, речь идет о служителях, которые смогут донести Евангелие. И если сегодня это может распространяться также через интернет, мы будем использовать такие возможности. Слава Господу! И вы можете делиться друг с другом, если вы чувствуете, что это назидает, доставляет благодать. Сейчас я сказал не только к нам, но и к интернет-пользователям. Я буду говорить сегодня на тему «Святые, непорочные, неповинные». И, конечно, скажу сразу, что такое словосочетание в Библии встречается. Встречается. Я оттуда взял. Я из Библии взял это выражение. И мы придем к нему. Ну, скажите, если мы будем говорить «святые, непорочные, неповинные», как аппозит святому? А? Грешные, да? Непорочные. Порочные, да? Неповинные. Виноватые. Виноватые, да? То есть, виновные, да? Виновные. Неповинные, если мы будем говорить как аппозит, то есть, это будет все-таки виновные, да? Виновные. Иисус Христос, святой? Аминь. Он непорочный? Аминь. Но Он сделался виновником спасения вечного для всех послушных, не для всех людей, для всех послушных Ему. Я хочу, чтобы мы могли обращать внимание на такие детали, которые, может быть, не замечаем. И сделался виновником спасения вечного для всех послушных Ему. А для непослушных, извините, это уже не мне решать, и это вообще не моя компетенция. Это компетенция Бога. Но для непослушных, это непослушный. Там уже как Бог будет с кем разбираться. Если Он непослушным скажет, да ладно, я возражать-то не буду, и ты же возражать не будешь, правда? Это в компетенции Бога. Но мы говорим Слово Божие так, как оно говорит. И сделался виновником спасения вечного для всех послушных Ему. Первый текст в Писании, который я буду читать из первой главы пророка Исаии, я буду читать первых 20 стихов. «Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме во дни, Озии, Иофама, Ахаза, Езекий, царей иудейских». Он пророчествовал и жил во времена четырех царей иудейских в Иерусалиме. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит». Это не Исайя говорит. Это говорит Господь Исайя, он вестник. Он передает слова, которые он слышит от Господа. «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего». И мы в разминке говорили, кто такой владетель, встречается ли. Я с места отвечал, что я знаю, потому что я буду сегодня читать. Это в проповеди, оно в первом тексте Писания у меня записано. И владетель, и осел, и вол. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня». Бог сделал такое сравнение. Вот вол знает своего владетеля, осел знает ясли господина, то есть там, где кормят его, он знает. Говорит, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Господи, это что же получается? Вол знает, осел знает, а народ не знает. Народ Израиль не знает, и народ мой не разумеет. Увы. Само слово «увы» – это как бы такое, как бы с сожалением сказанное. Увы. Бог сожалеет об этом. Увы. Народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, характеризует Бог. Почему характеризует? Потому что не знает народ Бога, не знает народ своего создателя, своего господина, в отличие от вола и осла. Не знает. И причина почему? А потому что народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, а тема проповеди у нас – святые, непорочные, неповинные. Здесь народ грешный, здесь народ, обремененный беззакониями, это племя злодеев и сыны погибельные. Вам знакомо выражение «сын погибели»? Сын погибели – это кто? Дьявол. Иуда. Иуда. Правильно. Доколе не откроется человек греха и сын погибели. А апостол Петр, вы помните, это в первой главе книги «Деяния апостолов», да? Он говорит, да, об Иуде Искариоте. Это в первой главе. Вы там потрудитесь потом, посмотрите. Он скажет, он имел жребий апостольского служения, но возлюбил мзду неправедную, вы знаете, да? То есть он стал сыном погибели. Он стал сыном погибели. Здесь речь идет о сыне погибельные. И хороший пример Иуда Искариот. У него было все, что только можно было бы иметь. Это было высшее звание, которое можно было бы иметь, которое наделил его Господь. был бы быть посланником. Быть посланником, быть апостолом Иисуса Христа. Его именем должно было бы быть наречено одно из оснований стен города небесного Иерусалима. Но там будет другое имя. Там будет другое имя. Там не будет имя Иуды Искариота. Он сделался сыном погибели. «Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Вам выражение «повернулись назад» о чем говорит? Вернулись туда, откуда вывел. От чего освободил, туда вернулись. Вернулись назад. Вернулись ко греху, вернулись к бремени беззакония, к злодеяниям и к пагубным действиям. Вернулись. Господь говорит «повернулись назад». Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. Обратите внимание. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. Бог характеризует, как бы скажем, состояние. Это полный дискомфорт, это полная деградация народа, того самого народа, который видел славу, величие, силу, могущество Бога. Вы представляете, что видел израильский народ по пути следования, когда Бог выводил их из Египта? Что они вообще видели? Какие они силы видели? Какие они знамения видели? Когда Господь шел перед ними днем в столбе облачном и ночью в столбе огненном, да? Что они видели? Они видели, как раступалось море. Они все это видели. Они находились у подножья горы, на которую восходил Моисей. И они видели, как эта гора дымилась от славы Божьей. Они все это видели. Они видели славу Божью. И Господь говорит, вот так вот их характеризует. Вы понимаете, полная деградация. Вернулись назад. Вернулись назад. Апостол Павел в свое время обращается к Галатам и говорит, вы хорошо шли. Кто вас остановил, чтобы вы не покорялись истине? Вы хорошо шли, вы хорошо начали. В чем дело, какие проблемы? Вы остановились, вы перестали покоряться истине. То есть, стали обращаться назад, туда, откуда вы вышли. По принципу, пес возвращается. к своей блевотине, а вымытая свинья идет валяться в грязь. Но эти сравнения не я говорю. Вы поймите, эти сравнения, а это не мне принадлежат эти слова. Вы знаете, да? Что не я автор этого, не я это придумал. Мы об этом знаем из Писаний. И об этом сказал Иисус Христос. Он просто сопоставил, как это бывает. Он показал, как это бывает, что происходит в жизни людей. Читаем далее. Земля ваша опустушена, города ваши сожжены огнем. Поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталось Чирсиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне, князья Содомские. Внимайте закону Бога нашего, народ Гоморский. Здесь Бог обращается к Содому и Гоморре? Нет. Нет, здесь Бог обращается не к Содому и не Гоморре. А знаете, что к этому времени, когда Бог говорит вот это вот выражение Содома и Гоморра уже не существует? Уже к этому времени Содом и Гоморра и все окрестности уже были все сожжены огнем и серой. К этому времени. Но они уподобились, Бог сравнивает. Представляете, жутко сравнение. Господи, вот у тебя сравнение. Вот это у тебя сравнение. Сравнение. Он говорит, слушайте слово Господне, князья Гоморские, внимайте закону Бога нашего, народ Гоморский. Я вспоминаю сразу же 11 главу книги Откровения, где Бог говорит о двух пророках, о двух маслинах, которые будут посланы. Они будут посланы исключительно для Израиля. Они придут и они будут проповедовать на улицах великого города. Там зверь, выходящий из бездны, сразится с ними после того, когда они закончат свое пророчество. Он выйдет из бездны, сразится с ними и убьет их. И тела их будут лежать на улицах этого великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Мы знаем, что Господь наш распят и не в Египте, и не в Содоме. Содом и Египет – это вообще два разных государства. Наш Господь Иисус распят в Иерусалиме. Но тут говорится, который духовно называется Содом и Египет. Вы прослеживаете взаимосвязь? Я прослеживаю, я вижу. Что? По делам, по действиям. Конечно. Состояние. Бог характеризует состояние. Бог не говорит сейчас о географическом расположении. Бог говорит о состоянии, о положении дел. К чему мне множество, на что обращает Бог внимание? К чему мне множество ваших, жертв ваших, говорит Господь. Я присыщен всесожжениями овнов и туком от кормленного скота. Кровительцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться при лицо Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Все смешалось. Новомесячи и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Скажите, а кто давал народу израильскому праздники праздновать? Господь. И он говорит, они мне противны. Вот то, что происходит у вас, как вы это все делаете и при этом вы еще празднуете вот это все, Господу типа празднуете. Он говорит, мне противно это все. Ваши праздники. Он не говорит, что мои праздники мне противны. Когда он давал праздники, он сказал, это Господни праздники. Ну вот здесь его называют. Он говорит, это ваши праздники. Это ваши праздники. Вы их для себя празднуете. Вы посмотрите на положение дел. Он говорит, ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. И теперь, вот это важно, что говорит Господь. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды. Спасайте угнетенного, защищайтесь сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Итак, Господь говорит, омойтесь и очиститесь. Где Господи омыться? В Иордании. Где омыться? От всего вот того состояния, в котором мы сейчас находимся. Где, в какой реке омыться? А нет такой реки, в которой можно... В такой реке, нет такой реки и нет такой воды, и нет такого средства моющего, которое может отмыть, отстирать, очистить от всего того, в чем Бог укоряет их. Он говорит, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Не существует никаких моющих средств, которые могут от всего этого отстирать. Но Господь говорит, если вы прекратите это делать, вы остановите, прекратите делать злые действия, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды. Он говорит, тогда приходите, мы с вами рассудим, говорит Господь. «И если ваши грехи будут как багряные, как снег убелю». Вы знаете, никакие воды, как я сказал уже, и моющие средства не смогут это сделать, не смогут сделать то, что хочет и может сделать Господь. Он сказал, я как снег убелю, я как волну убелю, и все ваши грехи, все ваши беззакония, все я это сделаю. «Если захотите и послушаетесь». И мы сказали, с вами уже это Писание. «И сделался виновником спасения вечного для кого? Для всех? Послушных ему». То есть, если захотите и послушаетесь, он для вас станет виновником спасения вечного. «Но если не послушаетесь, если не послушаетесь, будете упорствовать, меч пожрет вас, ибо уста Господней говорят». Бог сказал, все, однозначно. Теперь мы будем говорить именно о саму тему. Святые, непорочные, неповинные. Титу, говорит апостол Павел во 2 главе, 11 по 14 стихе. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающие нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ, особенный, ревностный, добрым делам». «Итак, явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, и она нас учит отвергнуть нечестие, мирские похоти и стать целомудренно, праведно служить Господу и жить в нынешнем веке». Это то, о чем Бог обращался к народу израильскому, когда назвал их вот такими. Он говорит, остановитесь, перестаньте, обратитесь от всех этих дел, и начните жить по-другому. Тогда вот что произойдет. И Он избавит, очистит себе народ, особенный и ревностный к добрым делам. Колоссянам 1 глава, 21 и 3 стихи. «И вас, нас всех вместе взятых, и интернет-пользователей, всех касается, и вас, бывших, некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, в смерти Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собой». Перед кем Он хочет нас представить? Пред собой. Он сказал, я ради себя самого это сделаю. «Чтобы представить нас святыми, непорочными и неповинными». Это значит, негрешный, это значит, без пороков, это значит, невиновен. Он воскрес в наше оправдание. Написано, умер за грехи наши и воскрес в наше оправдание. Мы оправданы теперь. «Сделать неповинными пред собой, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». И здесь Павел говорит, что «Ины, мы были, кто-то, некоторые из нас, из вас, бывших, некогда, он говорит, примирил в теле». А в Коринфянам, говорит, в первой главе, то есть в первом послании Коринфянам, в 6 главе 11 стих, «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Тема нашей проповеди «Святые, непорочные, неповинные». И здесь мы видим, что мы омылись, это значит, омылись, это значит, непорочные. Осветились, это значит, святые он нас осветил. И оправдались, это значит, неповинные. «Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Павел проводит вот такую параллель, как жены повинуются мужьям, или жены повинуются мужьям так, как церковь повинуется Христу. 5 глава Ефесянам, 22 и 33 стихи. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но, как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы, обратите внимание на это выражение, чтобы осветить ее, очистив банею водную посредством слова. А вот мы встретили слово «баня», о котором разговаривали в разминке. «Очистить банею водной посредством чего?» Посредством слова. Это происходит посредством слова. И восхотев, родил он нас, каким образом? Чем? Словом благовествования, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. А теперь уже как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Итак, предал себя, Христос предал себя, чтобы осветить ее церковь, очистив банею водную посредством слова. Это происходит посредством слова. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. То есть не имеет ни пятна, ни порока, она свята и она непорочна. Интересно, я не взял в подборку проповеди, но я вам сейчас покажу в послании к Титу, говорит апостол Павел. Ну, по сути, он тоже самое говорит в третьей главе, он говорит, третий стих. И мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудши, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и ненависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие, спаситель нашего Бога, он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости бани, возрождение и обновление святым духом. Еще раз встречается слово баня, да? Мы еще раз встречаем слово баня, посредством чего и как работает с нами Господь. Итак, мы продолжаем читать. «Дабы она была свята и непорочна, так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. «Потому что мы», здесь заключил так Господь, «потому что мы, члены тела его, от плоти его и от костей его, посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна себя велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Так каждый из вас, да, любит свою жену, как самого себя, а жена, да, боится мужа. Но ключевое здесь значение имеет все-таки взаимоотношение Христа и церкви. Как Христос предал себя за церковь, чтобы омыть ее, сделать, поставить перед собой чисто, без всякого пятна, без всякого порока, непорочно, святые, непорочные, неповинные. Такими видит нас Бог, такими Он хочет видеть нас, такими Он нас поставил пред Собою. Разговор в другом, чтобы мы не сквернили себя сами, правда же? Чтобы мы не сквернили, многие осквернились, да, совратившись вслед, да? То есть это уже в процессе времени происходит, люди совращаются вслед сатаны и начинают делать такие вещи. Апостол Павел здесь говорит, что это тайна велика, и это тайна по отношению ко Христу и церкви. В чем она? Она заключается в том, посредством чего или как осветил, а мы у нас Господь. Посредством чего мы стали Его костью и мы стали Его плотью. Плоть от плоти, кость от кости, кровь от крови Его. Посредством чего? Именно тогда, вы знаете, я уже говорил, образ, как Бог творил Адаму жену. Взял ребро, закрыл место это плотью, из ребра создал ему помощницу и привел ее к Адаму, он сказал, посему, эта жена, она взята от моей плоти, от моей кости, посему оставит человек отца и мать, прилепится к жене, и будут двое, одна плоть. И Павел говорит, это великая тайна. Это по отношению ко Христу и церкви. Точно таким же образом будет создана церковь на Голгофском кресте. Когда воины подошли и нашли Иисуса Христа уже умершим, один из воинов взял копьем, пронзил ему ребра. Тот час истекла кровь и вода. Это и есть тот самый момент, когда была образована церковь, которую врата ада не одолеют. Из ребра, пронзенного ребра, мы кость от кости его, мы плоть от плоти его. Бог на генетическом уровне соединился с человеком. Как дети причастны плоти и крови, он воспринял омные, он взял плоть и кровь, и на генетическом уровне Бог соединился с человеком. Он принял плоть и кровь человеческую. И последний текст Писания, который я хочу прочитать в послании к Фессалоникийцам, в первом послании, в пятой главе, 21 и 24 стихи. «Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира, да, осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности, да, сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит сие». Обратите внимание еще раз, ваш дух, ваша душа и ваше тело сохранятся в целостности. А мы скажем, да, какая разница, грешит и грешит тело, все как бы это. А вы знаете, какие тела Бог преобразит? Он сказал, апостол Павел сказал, в целостности они сохранятся в пришествии Господа. Они сохранятся в целостности. Вы храните себя. Храните дети себя от идолов, говорит апостол Иоанн. Все апостолы увещевают об этом, Бог предупреждает об этом, чтобы мы хранили себя от всего этого, чтобы мы не сквернили себя вот всем этим. И он говорит, что сам же Бог мира, Он осветит вас, осветит, само слово не свет, а святость. Он осветит вас во всей полноте. И не только наш дух и душа, но и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Святые, непорочные, неповинные, такими Господь соделал нас, когда пролил кровь. Именно об этом Он говорил через пророка Исаию. «Остановитесь, прекратите делать вот это все, и тогда придите, будем говорить. Если ваши грехи будут как багряное, убелю, как снег. Будут как пурпур, убелю, как волну». Волна – это такая шерсть, отбеленная шерсть, которая приобретает такой цвет, настолько, такая белизна. Это не волна морская, это волна, это шерсть, которая прошла определенную очистку. И Бог говорит, если будут грехи ваши, как багряное, как снег, убелю, и если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Как волну убелю. И это все произошло благодаря жертве Христа. И такими были некоторые из вас. Но омылись, но осветились, но оправдались. Это и есть святые, непорочные и неповинные. Такими мы должны предстать пред Господом, такими мы должны сохранить себя в святости, в чистоте, в день онный. И, что сделает Господь, преобразит. Смертное будет поглощено бессмертным, тленное будет поглощено нетленным. Тогда сбудется Писание. Смерть, где твоя жала, ад, где твоя победа. И Бог говорит, и раскаяния в этом у меня не будет. Не разочаруем Господа. Давайте не будем разочаровывать Господа. Своими поступками, своей жизнью, своим хождением пред Господом. Исповеданием уз своих. Все то, о чем мы говорим. Сегодня хорошее испытание для живущих на земле. Очень хорошее испытание. Даже собрания пустеют. Даже собрания пустеют из-за страха из-за страха оказаться зараженными вот этим новым видом вируса люди не только не приветствуют друг друга, люди в собрания не приходят. Возникает паника, ужас, смятение. Это все происходит. Это все происходит в нашей жизни. Это хорошее испытание. Но я вижу другие воззвания. Люди выставляют многие, как бы скажем, этому Слову Божию. Противопоставляют всей панике, всем смущениям. Противопоставляет Слово Божие, которое говорит о великих обетованиях. Читайте 90-й Псалом. Читайте 90-й Псалом, который об этом говорит. Не убоишься ужасов в ночи. Стрелы летящие днем. Никакая зараза, ни в полдень, ни в ночью. Она не приблизится к жилищу твоему. Ты не убоишься этого. Потому что на нас кровь Господа Иисуса Христа. Мы омыты Его кровью. Какой вирус? Какой вирус? Коронавирус. Кто короновал его? Этот вирус, чтобы он мог к святым Божьим приключиться. Это хорошее испытание для живущих на земле. Испытание веры. Это еще никого в огненную печь, раскаленную печь, не бросали. Еще не бросали. Это еще не было всего того, от чего кровь в жилах стынет, что видели святые апостолы и пророки. Еще ничего подобного не происходит среди нас, благополучных странах. Где-то, да. Где-то это происходит. Где-то люди собираются на молитвенных, в молитвенных домах собираются. Их просто подперли двери, облили бензином, сожгли заживо, все сгорели заживо. Шли к Господу. И ничего не останавливали. Так было во все времена. Это и в сегодняшние дни происходит где-то. Может быть, если не у нас, у нас-то иначе происходит. У нас здесь. Ватикан уже объявил, что пасхальные служения будут проходить без верующих людей. Интересно, правда? Интересно. Без верующих людей они будут происходить. А с кем они? А кто их будет проводить? А для кого они вообще? Ну, вот так вот обстоят дела на сегодняшний день. Но мы будем держаться исповедания нашего и твердой веры, как апостол Павел сказал, «Если только не отпадете от надежды вашего благовествования». А если отпадете, потеряете все. Потеряете все, и не спасет вас никакая маска и никакой санитайзер не спасет. Нас спасает только кровь нашего Господа Иисуса Христа. Вот она, прививка. Вот она, вакцина. Вот то самое средство, которое омоет, очистит, осветит и сделает непорочными и неповинными перед ним. Будем молиться. Великий Бог во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе за Твое Слово, Господь, которое Ты оставляешь. Для нас сегодня это актуально, как никогда. И важно, чтобы мы держались Слова Твоего, чтобы мы держались надеждой... Слова Твоего,